да как бы начать этот разговор лучше на каком языке больше бабок поднять можно есть какой-то единственный самый большой дорогой язык программирования вот и все его кто знает богатыми язык простой изучить легко все-таки питон питон там питон как бы вот вот ну как бы ну потому что ну я просто программированием это не называл ребят можно расходиться все написано уже не нет я все понял нас особо отлично все жарко привет антон привет андрей вот смотри не так много времени прошло и мы снова тут довольно много прошло сейчас надо но год почти прошел да год назад мы выпускали ну вот вишка ничто не умирает однажды начатое если оно хорошее ничто не вечно во тьме мы собрались здесь чтобы снова обсудить деньги в идти ну конечно же ведь наше шоу называется 600 к в секунду до стал ли ты зарабатывать 600 к в секунду нет но хотелось бы да но мы стремимся возможно к шестисотому выпуску у нас получится вот а пока у нас какой там уже 10 выпуск по счету ты посчитал и конечно я все считаю отлично юбилей да я почему приглашенный ведущий нашу про деньги потому что я все считаю поэтому юбилейный 10 выпуск и в нем мы хотим обсудить какие языки программирования самые прибыльные вообще топ тема потому что это этим пестрит весь весь джуновский youtube что изучать в двадцать четвертом году да и это вроде бы такая тема которая изначально звучит как некая такая провокация потому что понятно что нет какого-то одного языка где ты будешь зарабатывать 100 рублей а во всех остальных 10 но как будто бы все равно даже вот эти вот 10 процентов которые можно как-то где-то приобрести наверно для кого-то они важны во первых важны эти 10 процентов во вторых важна совокупность критериев по которым выбирается собственный язык поэтому конечно мы изначально направив эту тему в русло того какой язык самый оплачиваемый затронем и еще то как в принципе своевременно выбрать язык что сейчас в тренде что актуально что может быть актуально через несколько лет а что умрет ну да мы попробуем так разнопланово составить некие топы где какие языки стоит изучать во фронт-энде какие языки стоит изучать в бэк-энде в мобильной разработке в новомодном и я и мэйл разработки куда же без него и так далее куда деваться там если ты все еще фрилансер что делать если ты находишься в какой-то корпорации не знаешь что делать в общем мы попробуем как как обычно мы любим и умеем делать разносторонние сводная информация да все это собрать и нам помогут с этим нам сегодня помогут с этим очень хорошие эксперты многих из которых вы видели на нашем канале в разных шоу например кира кузьменко да кира кузьменко была у нас выпуске про зарплаты самый популярный выпуск который там на данный момент уже пробил 100 тысяч просмотров и казалось бы мы как бы хотим соблюдать все таки некую разнарядность в плане гостей но когда ты говоришь про некую статистику исследования зарплат и то где что куда и как то мы поняли что без кира нам никак не обойтись до кира она основатель кучи всяких агентств главный из которых new и чар который как раз занимается исследованиями зарплат и помогает людям на рынке чтобы они все понимали про то куда и как на какую зарплату идти и мы как раз ей вот постараемся создать вот все эти вопросы из нее вот вытащить все эти топы прямо вот составить некие алгоритмы что куда и как и попробуем выяснить а как на самом деле второй гость также не менее именитый был у ребят в мы обречены кирилл макевнин был на разрабах в как мы попали войти кажется основатель собственно школы программирования хекс лет все знают все и уважают мы тоже респектуем всячески да и он тоже поделится своим опытом он сейчас находится в сша он знает еще и там с той стороны как это все тоже друг другу относится и какие языки сейчас пробиваются там а с учетом того что россия так или иначе российский рынок ориентируется все-таки на то как на западе сначала трендаются то мы можем посмотреть какие тренды уже в силе там и какие тренды ждут нас ближайшие несколько лет да обсудим с ним его взгляд на эту всю ситуацию потому что в общем то тому чему учатся люди это в общем где-то показывает и демонстрирует то что сейчас набирает обороты и конечно же сегодня при поддержке авито тех наш выпуск выходит и поэтому от них тоже будет гость это ваня нещадин он тех лид тех лид тех лид команды bridge точно да он абсолютно прекрасный замечательно говорящий человек который тоже имеет много разных связей благодаря нетворкингу в айтишке и тоже примерно зная сколько получают его друзья и может как-то это сравнить и плюс находится как бы внутри всего этого пузыря поэтому он может не только вот как кира и кирилл вот сверху наблюдателями оценивать что происходит с рынком а изнутри смотреть какие-то веяния тоже чувствовать здесь мы как раз подискутируем пообсуждаем и может быть к чему-то придем потому что там с кирой и кириллом мы послушаем экспертное мнение а тут мы прямо вот на троих поразгоняем пообсуждаем что происходит сейчас и куда это все нас приведет надо было еще тупицу позвать нас были бы кира кирилл и кира снова кира да ну и собственно опять же хотелось бы поблагодарить наших партнеров из авито тех за то что до нас в этот раз поддержали у нас прекрасно много тут всего находится связано с авито но самое главное что авито это крутая технологическая компания вот с крутым с крутыми офисами с крутой распределенной работой я и с классным продуктом с крутыми технологиями и недаром даже они настолько прокачались что 20 июля будет первая прям конференция в москве полностью посвященная тому что вообще происходит в авито там будет 9 докладов от всяких разных спикеров из авито касающиеся и хардскиллов и софтскиллов и то есть вот ну прям вот целый день можно прийти и это типа праздник на крутую площадку фестиваль да и просто вот слушать и понимать насколько разнообразен мир технологий в авито там опять же будет всякие разные зоны для игр автопати нетворкинг можно зарегистрироваться как на нее можно зарегистрироваться и просто бесплатно прийти это общий праздник мы ссылочку оставим в описании и там все это почитайте поподробнее вот так что а мы начинаем языки программирования себя сами не окупит абсолютно верно да погнали погнали меня очень часто задают этот вопрос и сами и джуны задают вопрос и жены свитчеров задают вопрос и иногда мамы приходят задают вопрос куда отправить детка значит учиться на каком языке программирования чтобы он срочно стал богат и конечно они мне нравится мой ответ и вам может слушателям тоже может не понравится потому что на самом деле я как рекрутер ну вот у меня сколько стаж очень большой стаж 15 плюс лет не помню уже сколько вот я занимаюсь идти рекрутингом и исследования тоже делаю но исследования они зачем делаются они исследования делаются чтобы ну по сути подтвердить экспертизу ну вот значит потому что на больших цифрах ты видишь ты в общем чувствуешь рынок правильно или неправильно но главный ответ это не язык конечно а кто ты ты сам ты вообще что делаешь этим языком ну то есть можно можно пойти посмотреть там десяток разных селлари репортов глобального рынка и посмотреть какие языки дороже сейчас зарабатывают это такая гибкая некоторая динамика мы сейчас про это поговорим но дело в том что по хорошему то разница огромной нету ну то есть если идти там вот мидл там разработчик сеньор разработчик плюс минус там разница 10-15 процентов будет если по вилке смотреть там нет какого-то о господи там какой-то язык два раза зарабатывает больше да не бывает такого разница в другом разница в том внутри этого значит языка человек какие задачи решает он вообще умеет решать те задачи бизнеса за которые бизнес готов платить и вторая вещь насколько этот язык сейчас востребован и третья вещь насколько он ири насколько мало разработчиков на этом языке вот это влияет у меня вообще нету в голове такой картинки как самый высокоплачиваемый язык есть гораздо больше факторов и язык здесь играет не первую роль кроме может быть ну есть специфика определенная по некоторым вещам но в целом также вообще не работает если мне кажется спросить любого человека почти любого высокоплачиваемого программиста который работает в каких-то компаниях с именем да и у него за плечами там типа 5-7 лет опыта я почти что уверен что они все они поменяли как бы тот язык на котором они начинали этот на котором они сейчас пишут во первых это как правило разные языки во вторых они как правило знают несколько языков и могут делать одно второе и третье поэтому сама вот эта установка и движение людей в сторону типа думайте о том какой язык высокоплачиваемый я понимаю почему она происходит почему она будет происходить но я как бы нахожусь в оппозиции в этом смысле что в данном случае ситуация такая что для людей которые где-то сейчас прямо находится гораздо более важный выбор попасть как бы внутрь а попасть внутрь это скорее поиск локальных компаний то есть например почему-то для многих секрет я не знаю почему потому что кажется мышца вроде такая довольно очевидная что надо сначала летает какая-то фигня что надо сначала посмотреть что у тебя вообще есть в городе у нас мы живут учим да кучу народу и к нам постоянно приходит ну смысле люди что-то делают 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 а потом такие ой я тут что-то рынок вакансий посмотрел в своем городе и тот язык который я учил здесь плохо представлен а вот тот который не учил представлен хорошо короче сейчас мы обсуждаем 10 языков программирования максимально востребованных прямо сейчас прямо сейчас в четвертом году вот прямо сейчас с учетом там все и общие ситуации которые есть на рынке и так далее но мы как бы когда их обсуждаем учитываем все предыдущее что мы сказали про то что важен только тип задач которые ты решаешь и важно что мне самому кайфово от этого если нет то сложно но питон питон на первом месте сейчас по объективным каким-то подпоказательным которые я смогла посмотреть и это все что связано с данными области применения это все что связано с и с машинным обучением конечно веб-разработка тоже куда же без нее вот там просто начать там огромное сообщество там огромное количество библиотек для и анализа данных то есть там очень крутые мне кажется способы вхождения там питон очень часто учат в вузах насколько я знаю это вообще хороший хороший язык кажется без шуток вот если спросят что изучать вот прям вообще плевать что изучать плевать на базу я просто хочу бабки рубить я скажу ну может питон взять почему во-первых на бэйке можно писать во вторых с моделька им пожалуйста в третьих эмелька в четвертых аналитика в пятых вообще изи изучить то есть там ну объективно прям намного проще чем горшку все равно изучить поэтому ну он создавался тоже опять же с целью как язык для студентов поэтому питон прям изи что мы видим когда мы открываем вакансии по пайтону у вас половина сразу это администрирование другая четверть это аналитика что-то немножко мл что-то обязательно с чем-то связанное сбоку там да и например если речь идет про веб-разработку при джанга да вот классику окажется что там только пятая часть этих вакансий вообще как бы про эту штуку и получается что ты как бы например можешь учить питон и ты претендуешь на но ты претендуешь только на пятую часть вакансий потому что например если ты выучился джанги и такой я пойду в веб-разработку все дела например яндексе кстати немало сервисов сделаны на ней да вот и вот такие а я смотрите еще куча вакансии могу свищнуться потом выясняется что нет там нужны совсем другие знания это другие специалисты python слишком разнообразный то есть люди очень часто делают ошибку не совсем понимает что они учат на пайтоне а потом выясняется что они выучили типа ну они например могут думать я у дат аналитику учу а еще и пайтон типа разработчиком стану но его уровень знания пайтона будет такой что он никому как разработчик не нужен вот ну и наоборот типа ты можешь конечно джангу выучить и веб там начать даже какой-то делать но ты придешь к дат аналитикам тебе скажу тебе будут другие совершенно вопросы создавать. Типа Python, окей, есть инструмент, чтобы решить дата-аналитическую задачу. Ты задачу-то понимаешь, да, там, метрики всякие, бизнесовые показатели, статистику, там, и так далее. Вот. Поэтому с Python нам просто тупо сложнее. Он требует большей квалификации для того, чтобы понимать, что ты делаешь. На втором месте Java. На втором месте всегда, когда мы делали исследования, мы видели, что Java был на первом месте. Ну, потому что Java, это обычно финтех, и все, что рядом, это крупные корпорации, это, скажем так, наценка за скуку. Хочешь делать скучные, не очень, может быть, иногда крутые вещи, ну, там, пойдешь в какой-нибудь даже не крипту, а в какой-нибудь, как это, быстрое вычисление, забыла, как сфера вычисления. Трейдинг, трейдинг. Пойдешь в трейдинг, например, и там, вот, если тебе нравится вот это вот все, то там можно очень сложные вещи делать. Ну, там тоже очень часто используется Java, понятное дело. Вот, ну, понятно, что еще Android и серверная разработка везде, где только можно. Там, ну, и понятно, почему компании выбирают, потому что там стабильность вообще, как бы его не калашматит, как JavaScript какой-нибудь, то одно туда побежали, то сюда побежали. Безопасность высокая, там платформа независимость есть. Библиотека, огромный уже список этих библиотек. Java, это обычно банки и так далее, но как мне кажется, что на Java посложнее может быть найти работу. Почему? Ну, вакансий просто тупо меньше. Та же Java ближе к финтеху, а финтех, как правило, более богатый, поэтому там может быть больше. Ну, потому что конкуренция между банками и так далее. Но при этом, мне во все, что хочется это добавить. Если вы очень квалифицированный специалист, крутой, который может писать на разных языках, знает много, может лидировать и так далее, вообще без разницы, какой язык, вы будете одним из самых востребованных в своей, как бы, нише, и все у вас будет хорошо. Ну, и дальше следующий этап, только для меня тоже, не этап язык, для меня тоже абсолютно логично, это Kotlin. Android наше все, масштабная разработка, кроссплатформенная разработка, огромное количество приложений, очень хорошо связан с Java, Google поддерживает, синтаксис современный, все окей. Вот, а на четвертом месте тоже продолжаем мобильную тему, Swift. Swift, Swift у нас топ-5. Ну, то есть это iOS, MacOS, WatchOS, вообще все, что только угодно. И кажется... Но Kotlin обошел из-за мультиплатформенности, типа? Я думаю, да, я думаю, да. Последним, то есть можно и на iOS... Нет, ну, широта использования, Android, Android везде, все-таки iOS все-таки по сравнению с Android, это не сопоставимо. Ну, да, да, да. Но это мы сейчас именно про востребованность... Деньги, то есть связка денег с востребованностью я делаю сейчас вот такую историю. Если бы все-таки, ну, например, окей, Хекслет не учит мобилки, но если бы все-таки нужно было как-то внедрить мобилку в весь этот топ, то ты бы, исходя из чего, рассуждал? Значит, мобилка действительно... Помните, были времена, когда маковские разработчики были самые востребованные, самые дорогие специалисты вообще? И в том числе, потому что технику маковскую было, ну, в общем-то, не так уж дешево купить. Потом я... То есть, опять же, я не слежу, но смотрите, когда началась война, когда начали все блокировать, насколько мне известно, очень многие мобилки, ну, много же компаний было, кто зарабатывал и все остальное, по-моему, оно просто поумирало. Типа у вас там ограничились возможности по заработку, по публикации в этих магазинах и так далее. И я, знаешь, что называется, за что купил, за то продал, я не сильно в это копал, я, по-моему, после этого резко спрос, как бы, и вообще ажиотаж вокруг этой темы поугас. Вот. И поэтому, когда вот ты меня сейчас про это спрашиваешь, я понимаю, что конъюнктура настолько сильно изменилась, что я могу... Если я сейчас буду тебе этот топ делать, я буду делать его, опираясь на прошлую жизнь, которую мы уже не вернем. Поэтому мне сложно говорить, где мобилка будет в этой части. Вроде как слышал, что она снова оживает. Нет. Ну, опять же, даже если мы возьмем тех, кто попали под санкции, они же не распустили iOS-команды, они продолжают фигачить приложения, выпускать их на... Игры. Игры. Ты знаешь, что очень много игровых студий просто... Я вот за последний год слышал по увольнению, крупные студии увольняли по 300, 400, по 500 человек. На чем они пишут вместо этого? Или просто такая высокая конкуренция в App Store, что они не нужны? Нет, они просто мобилки, большинство из них продавало на международку. То есть у нас же, если ты посмотришь, очень многие студии, которые есть, это же не локальные игры, потому что у тебя объем слишком маленький, ты тут не заработаешь. То есть фактически все международные проекты, а мобилка особенно именно тем, что очень много международных... Просто, понимаешь, есть мобилка, где у тебя это некая... Да, либо локальный заработок, потому что это локальный какой-то... Ну, я имею в виду про каждый рынок, да, есть свои какие-то штуки, там, бухгалтерские, например, и так далее. А очень часто есть же фактически приложения, как сопровождение основного бизнеса. Ну, например, банк. Он же не зарабатывает на своем приложении. Там, очевидно, ему вообще без разницы на конъюнктуру, он будет делать это приложение просто потому, что надо. А я, наверное, вот именно про тех ребят, которые такие вот бизнесы-бизнесы, которые просто зарабатывают на своих приложениях, и в первую очередь это игрушки. И вот я слышал, что именно эти ребята, они там прям очень сильно пострадали и... А что для них поменялось? Ну, по-моему, ты не можешь просто, типа, делая игру в России, продавать ее на весь мир. Ну, сторы, да, недоступны. Да. А это все, как бы. И геймдев, он вообще же прям сильно... В смысле, сторы недоступны. Ну, они не могут опубликовать игру, как бы, если это студия зарегистрирована. И зарабатывать. Да, да, да. И зарабатывать с нее. То есть вот донаты, оплаты, ты физически не можешь этого сделать, работая на Америку и так далее. Ага, и поэтому у нас геймстудии уехали, унесли свою юрисдикцию на условный Кипр, и теперь всякие атомик-харты делают оттуда. Кто смог, наверное. Очень вероятно, но честно, опять же, повторюсь, я не в теме. Это вот просто какие-то слухи, которые вот где-то новости видел, где-то кто-то говорил. Ну, ничего, нам в комментариях понапишут, что на самом деле надо было... Может, вообще все поменялось, я не прав, да. Может быть, вообще сейчас все не так. Если идти в мобилку, это точно меньше вакансий. То есть недавно, опять же, хайпились мобилки, сейчас уже как-то вот не настолько их все ищут. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Сейчас многие компании немножко по-другому себя ведут с мобилками. Почему? Потому что, чтобы что-то поменять на мобилке в UI, вот даже тупо надпись какую-нибудь, да, если она у тебя там в коде прописана, ты ее меняешь, и чтобы оно потом поменялось у всех, тебе нужно подождать несколько лет. Просто из-за того, что люди тупо не обновляются. Вот просто мы... У нас есть там всякие графики и так далее. Вот, например, на беке что-то поменяли, поменяли там один метод. Ну, сделали новый метод, старый оставили, потому что мобилка, опять же, долго обновляется. И ждем, когда можно удалить старый. В среднем три года. Вот через три года там трафика уже настолько... Чуть-чуть. То есть, типа, было там, не знаю, десятки тысяч, а осталось через три года там 200. Вот. И вот через три года ты только можешь его удалить. Соответственно, это большая проблема для компании, потому что компаниям-то хочется что-то менять, они меняют, а пользователи такие нехорошие, не обновляются. Что делать? Придумали гениальный старый подход с отрисовкой условно фронта на беке. У нас сейчас внедряют такую штуку, как Brics, про нее тоже там статьи есть, условно, видосы. Как это работает? Мобильщики написали какую-то обвязку. Эта обвязка ждет с бека ответа в каком-то определенном формате. Ну, то есть, условно. И по нему отрисовывает, как это все выглядит. И поэтому ты можешь эту надпись поменять на беке. Она моментально у всех поменяется. Ты не будешь ждать несколько лет. Вот. Вот в этом суть. И поэтому, чтобы вот эту штуку делать, уже столько мобильщиков не нужно. То есть, самая основная проблема это... Плюс еще со сторами тоже проблем куча. То есть, ты там пока зальешь это обновление, потом какой-то тебе от бота отбивка придет, что ты там хрень какую-то сделал. Ты потом пытаешься понять, что этот бот от тебя хочет. Не, ну, так вот, смотрите, раньше вроде... Ну, я не знаю, как вы меня поправляете, потому что я же не разработчик, могу городить фигню. Ну, была... Вот смотрите, мобильная разработка Android, iOS. Ну, там же прямо разное было, по-моему, финансовое... И сейчас есть. Вот, давайте про это тогда. Сейчас актуальна какая ситуация. iOS по-прежнему больше денег зарабатывает? Да. Я думаю, что да. Почему? Ну, это мое сугубо личное мироощущение. Ну, его надо без объяснения. Потому что, во-первых, все еще в Apple Store больше платных приложений. То есть в Android, чтобы купить что-то платное, это надо прям постараться. То есть там почему-то, вот не знаю, как так сложилось, но в Android прям все бесплатно. А у Apple сразу изначально какой-то чуть-чуть другой подход был. И у них там прям вот ты куда ни плюнь, тебе что-то нужно, оно платное. То есть если идти в крупные компании, то, понятное дело, там, наверное, не такая прям большая разница. Но за счет того, что ты можешь... У тебя есть вариант, да, ты можешь сам себе какую-нибудь там приложеньку запилить, условно. Придумал идею, запилил, закинул, и бац, у тебя бабло пошло. Не-не, мы говорим, куда пойти работать, айосером или андроидщиком? Вот, так я вот объясняю. То есть вот ты можешь запилить приложеньку и начать на ней сам зарабатывать нормальные деньги. Это мы... Да, а можешь, да, можешь пойти в компанию. Да. И когда ты идешь в компанию, ты как бы умом понимаешь, что вот я мог бы запилить приложеньку и зарабатывать столько-то. Соответственно, компания, чтобы вот это вот перебить, она тебе все равно будет больше чуть-чуть платить. Поэтому... И в принципе айосеры, вот они как-то вот больше просят. Поэтому, ну, прям вилки не скажу, но у меня вот такое ощущение, что все-таки айосеры, они чуть-чуть побольше, чем на андроиде получают. А что там, свифт? Да? Да, свифт и Котлин. Сейчас свифт. Да. Котлин, андроид, свифт, айосер. Да, да, да. Ну, по моим ощущениям, нет такого. Вот, то есть получают в корпорациях айосеры и андроидеры ровно одинаково. Ну, возможно. И просят, и просят примерно ровно одинаково. Но, опять же, по моему опыту, вот как раз здесь я могу сказать, что мобильщики где-нибудь процентов на 10, по моему опыту, просят больше, чем фронты. Ну, чем фронты, да, я думаю. Вот, соответственно, и если, опять же, прикинуть, и вот у меня был опыт, когда я руководил сразу всеми, и фронтами, и мобильщиками, и питанистами, и мобильщики зарабатывали больше всех. Типа чуть-чуть, но больше. Даже чем бэки? Даже чем бэки. И потому что как раз вот фронты и бэки получают примерно одинаково, но, опять же, мы не говорим про Е8 грейды, мы говорим именно про просто там сеньоров, медлов, таких усредненных. То мобильщики на тех же грейдах получали вот чуть-чуть, но больше. То есть понятное дело, что это на мой вкус вообще то, о чем мы сегодня говорим, это уже такой странный разговор, потому что надо, как правильно сказал Ваня, выбирать тот язык, который нравится. Но если уж мы лезем в бутылку и хотим, чтобы вот новичок такой, блин, вот нет, вот мне вот эти лишние 20 тысяч рублей очень важны. Ну, потому что это очень популярный вопрос. Да, поэтому я вот и хочу сразу самое прибыльное пойти. То вот из этих трех пока на мой вкус мобилка лидирует. Но тут самое важное понимать, опять же, что на мобилке все же поменьше вакансий, чем на бэке, это уж 100%. Но и поток людей поменьше. Ну да, но то есть попасть все равно будет сложнее. Ну реально. Скажи. Если ты новичок. Если новичок, то... Прям сильно сложнее. Мне кажется, во-первых, новичку сейчас везде сложно попасть. А во-вторых, если мы говорим про каких-то, опять же, тому же медлов, то найти медла фронта можно за неделю. Найти медла мобильщика требуется иногда месяц смело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На пятом месте у нас GoLang. Это то, что Go вообще вырвался довольно активно за последние пять лет, как вы понимаете. То есть, ну, прям очень хорошо. И, ну, это и облачные приложения, и микросервисы, и распределённые системы, и всё что угодно. И он довольно простой. Ну, то есть, реально, Go, ты, ну, вот, к слову, какой язык берёшь. И я сколько знаю историй, когда люди там, ну, за месяц спокойно его осваивали достаточно хорошо. Высокая производительность языка его, поэтому тоже выбирают. Вот то, что я слышал, что на Goшечке всё-таки платят побольше сейчас. Вот. И банки сейчас тоже в том числе и на Go переходят. А как ты думаешь, почему? Это хороший вопрос. Ну, наверное, просто захайпился Go. На нём просто писать, легко поддерживать. Ну, его, в принципе, делали, когда проектировали. Закладывали... То есть, это Google уже для себя делал. Они закладывали его таким образом, чтобы любой чувак пришёл, то есть, он ничего не знает, даже он, может, там, не знаю, после универа выпустился, там, ему в универе там плюсы, плюсам учили. Ему дали Google, говорят, вот, пиши, программируй. И всё. И он пришёл, а программирует. И всё. И как бы проблем никаких нет. Вот. Поэтому язык простой, изучить легко. То есть, там, он максимально сделан так, чтобы... То есть, он проектировался с целью на то, что любую вещь какую-то, да, можно сделать только одним способом в основном. Ну, конечно, уже это не совсем правда, но... То есть, там не так, что ты там одну и ту же вещь можешь там десятью вариантами написать, и будет сильно большая разница. В основном, там, плюс-минус всё, оно одинаково выглядит. Я, кстати, прикол могу сказать. Я периодически это рассказывал, очень многие этого не знают. Вы в курсе, что Go, на самом деле, это план 9? Он появился очень почти... Я даже не знаю, что это план 9. В общем, когда они сделали C, там была ещё история, что существовало такой, типа, мейнфрейм а-ля, да, где, там, задача была создать операционную систему, которая, короче, некое развитие идеи Unix, там, и так далее. Я сейчас могу немножко путать, как бы, хронологию, но, там, идея в том, что это те же самые люди, которые C делали, часть из них. И, там, вот этот Боб, как его, Пайк его, по-моему, зовут, да? Я, если я не ошибаюсь. Роб Пайк, точно, Роб Пайк. Я просто не очень слежу, но я эту историю хорошо знаю. Просто мне про неё рассказывали люди, которые к этому были относительно близки. Короче, это была история. Вы можете найти в Вики про это прямо прочитать. Смысл в том, что это был план 9. Он прямо так называется, про него там есть история, много где рассказано. Ноль успеха, никто про него не знает. Угадайте, что происходит дальше. Они берут его к себе на работу в Google. Они просто берут фактически все исходники, все либы, стандартную либу, полностью просто копипастят, без изменений, и говорят, это новый язык Go. Да, понимаете, это даже не написано на идеях. Это именно прямо взяли исходники и их транслировали. Что происходит? Воу, понятно, что за этим стоит. Google там и так далее. Кто мог кто-нибудь этого ожидать? Нет, нифига. И сейчас вот на него все стали переходить, в том числе в России, очень прямо активно, вот как я вижу. Раньше вот я начинал тоже как пыхарь, вот, и вот буквально последние там лет 5, это просто там все компании, вообще все, они просто тупо на Go начали весь PHP переписывать. Ты на чем пишешь? Сейчас Go. Ну, то есть я уже в Авито пришел, и я практически с самого начала это Go. Ну, естественно, там есть что-то на PHP еще там, Legacy какой-то, который переписываем. Monolith. Прости, господи. Ну, я просто пришел в команду, которая антимонолит, и мы все эти годы занимались тем, что пилили Monolith. Вот, потом распилили, и теперь у меня команда не антимонолит, слава богу. Вот. Ну, не, ну, в целом не настолько все, конечно, ужасно. Я там разного видал и на Bittrex, и на Bittrex монолиты в других компаниях. Там вот, там, да, там совсем жесть. Подожди, а вот Go, то есть, ну да, окей, я тоже слышал эту позицию, что Go сейчас популярен, что он много где начинает применяться, переписывается на нем там все. Это применимо для новичков в том числе? Как считаете вы? Я думаю, да. Типа заходить сразу в хорошие, высокооплачиваемые... Я даже могу сказать, это дело даже не в высокооплачиваемости. То есть, Go, он реально простой. Но Python тоже простой. Да. Python будет изучить проще, чем Go. Но Go тебе дает сразу какое-то более фундаментальное понимание. Как любой компилируемый язык. Ну, то есть, там, где есть типизация, там есть компилятор, есть всякие оптимизации, которые ты можешь накрутить. Там как-то, ну, такой более немножко низкоуровневый код. То есть, там, в Python ты, условно, там, накидал, там, функция, функцию обернул и готово. В Go ты, там, цикл напишешь сам, еще что-то. То есть, ты будешь сразу лучше понимать, как это все работает. А это очень важно. Вот, то есть, я на себе это прочувствовал, потому что я, ну, коммерчески начал с PHP, там, фреймворк выучил и попер. Вот. Потому что на универ, конечно, я понадеялся зря. Но со второго курса начал сам уже кодить, нашел работу. После первого курса я сказал, все понятно, на этом можно заканчивать. Вот. Нет, я закончил универ, но я, по сути, в универ приходил, там, на пару сижу, работаю, снова там просто и все. Ну, вот. И, собственно, к чему я это вел? То, что я это прочувствовал, потому что вот я с PHP, там, на фреймворках что-то кодишь, вроде все работает. Но во многих местах, там, не хватало понимания, там, а почему вот тут так? Почему там такой тип данных? Чем он прям в памяти там отличается? То есть, пока ты фигачишь, там, какие-то простые штуки, ну, ты этого не замечаешь. А потом приходишь, там, в какую-нибудь компанию, типа, Авито, вот, там, у тебя там 5 миллионов запросов, условно, в минуту. И ты приходишь, какой-нибудь там говнокод пишешь, и все ломается. И ты такой, блин, в смысле, ну, вроде же нормально написал. И вот в этот момент ты начинаешь чувствовать различия. Знаешь, такой, а, вот почему. Вот, поэтому мне кажется, что, если горшку изучишь, то будет больше, ну, база лучше. Ага. Вот. Понятно. Это база, да. То есть, это, типа, и применимо для новичков, потому что популярно, потому что, понятно, как... Потому что популярно, потому что легко изучить, то есть... И потому что сейчас везде применяется из-за своей простоты и универсальности, видимо. Да. Но есть такой момент, вот, по поводу, ой, я побегу учить ГО. Вообще-то, не просто так, зарплаты там тоже высокие. То есть, грубо говоря, устроиться джуниором-гошником. Под джуниором я имею в виду, то есть, бывают свитчеры, да, то есть, человек на PHP писал, перешел на ГО. Это типовая, это вообще-то типовая картина, такое часто бывает. И более того, к этому все готовы, этого все хотят. Типа, ребят, на PHP писал, здорово, сейчас мы тебя ГОшником сделаем, если ты достаточно квалифицирован. Но если человек думает, что он сейчас пойдет, например, на курсы или там сам по YouTube выучит ГО и куда-то трудоустроится, вероятность там практически нулевая, потому что ГОшники нужны квалифицированные. Вот. И, кстати, даже по этой причине могу сказать, что когда вот мы... У нас есть какие-то курсы по ГО, но когда мы их делали, мы сразу исходили из того, что... То есть, мы проанализировали рынок, и других ребят, и стало понятно, что в ГО не ждут людей с нуля. То есть, это когда-то, может быть, появится, но прямо сейчас такого нет. То есть, не существует потребности учиться с нуля. Поэтому оно, конечно, будет проявляться. Где-то в универах постепенно кто-то будет водить, будут начинать. Но сейчас еще рынок устроен таким образом, что, типа, Джуниор Гошник, который вообще ничего кроме не знает этого, а ГО, естественно, тоже плохо знает, он уже только учится. Это пока еще очень странные люди с точки зрения работодателей. Они ждут свитчеров. И что удивительно для меня, вот шестой язык, я была уверена, что он будет в топ-5, но он, видимо, питон как-то его сейчас сдвинул. А этот JavaScript, JavaScript на шестом месте. Ну, то есть, я была уверена, что он в топ-5. Но JavaScript – это просто самый масштабный, самый востребованный язык разработки. Потому что, ну, фронтенд есть везде, а бэкэнд пишет на разных языках программирования. Ну, вот и все. Вот и все. Поэтому если... Вот еще, знаете, когда думала про наш разговор, я подумала, что выбор языка программирования может быть через призму, а какой я человек. Вот я такой человек, который хочу в любой момент смотреть на рынок и видеть, что там полно вакансий на моем языке. И, ну, в любой момент, когда я выйду, меня легко... Ну, я легко найду эту вакансию. Или я такой человек, чтобы вот делать что-то такое, что никто не может. И тогда я буду выбирать, не знаю, Rust, например. Ну, как бы и буду таким вот редким экспертом. Ну, и вакансий будет мало. Но и экспертов будет мало. Ну, то есть, это другой формат взаимодействия с рынком. И есть люди, которые так выбирают. Ну, вот в JavaScript ты идешь и понимаешь, что без работы ты, наверное, не останешься. Тоже, знаете, страшно такое говорить. Черт его знает, сейчас у нас чат GPT, нейронки, что-нибудь, как начнут разрабатывать на фронтенде все, что только можно. Ну, мне кажется, тогда просто язык, задачи этого языка станут более сложными. Так в тот момент, когда они начнут разрабатывать что-то дельное на фронтенде, они то же самое дельное начнут на бэкэнде разрабатывать, так что... Это правда, это правда, да. Ну, вот, значит, JavaScript, он, конечно, прекрасен тем, что там и серверная разработка, и мобильная, и веб-разработка, вот все, что угодно. То есть Node.js, пожалуйста, если хочешь. Огромное количество фреймворков. Самое популярное. Давайте проговорим для тех, кто может быть совсем новички. React, Angular, Vue. Если вы не понимаете, что выбрать, и вам хочется выбрать правильно, да, я бы первое выбирал, значит, что я обычно рекомендую. Это JavaScript. Он есть просто везде. Он всегда идет, как бы, как минимум, как комплементарный язык каждой компании. То есть есть такая интересная вещь, что у вас в компаниях же часто бывают разные языки, но какие бы ни были, например, если это небольшая монокомпания, у него все равно обязательно будет JavaScript. То есть, типа, если пишут люди на Java, веб, то, значит, там есть JavaScript. Если на PHP, то получается, вы хотите, не хотите, у вас естественным образом JavaScript будет расти быстрее, чем все остальные. Потому что на любую новую команду на PHP обязательно появляются JavaScript-теры, понимаете, да? А джависты не появляются. Вот, поэтому JavaScript в этом плане является... Он будет... Вся индустрия толкает его расти быстрее, чем всех остальных. Да, у вас может быть временные флуктуации, что прямо сейчас фронтендеры там чуть меньше надо. А фронтендер еще собака сложный. Ну, в State очень долго делаются даже простые как бы вещи, которые раньше мы шлепали на бэкэнде там на раз-два. И объем этих людей как бы в компании сейчас, он огромный, да? Он растет, 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 растет. Плюс JavaScript это back, плюс JavaScript это всякие IOT, embedded, да, и так далее, и так далее. Слушайте, да господи, мобилка даже, React Native. Получается, что по широте распространения JavaScript, я, наверное, не побоюсь этого сказать, номер один. Именно для прикладных разработчиков. И десктоп на электроне еще. Да, 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 да. Вейскод можно пописать, если хочется очень. Плагины какие-нибудь. Я бы со своей призмы не советовал бы изучать JavaScript. Не из-за того, ну, как бы... Ну, потому что, ну, типа... Ну, такое. Ну, то есть язык, который был сделан там за месяц спроектирован, ну, он не может быть хорошим. Да, там многое... Мы не говорим про хорошее, мы говорим про прибыльность. Ну, я про прибыльность. Но если тупо про прибыльность, я бы, наверное, все-таки из фронта и бека выбирал бек. Да. Потому что есть ощущение, что на беке все-таки вакансий больше, денег при этом даже можно зарабатывать больше. То есть, вот как в Авито, наверное, можно сказать, на беке тебе проще себя показать. То есть, ну, на фронте, ну, что, ну, сделал ты там красивую там страничку, ну, работает отлично. А на беке там у тебя другого ряда задачи стоят. У тебя там куча запросов, куча нагрузки, там сервера ломаются, еще что-то падает. И ты вот там можешь какие-то технологии крутые прям внедрить, чтобы вот это вот все проблемы порешать. За счет этого у тебя будет грейд выше. То есть, у нас вот в Авито есть платформа, да, на которой ребята, в которой кодят все штуки, на которых основываются все продуктовые сервисы. То есть, это там наш пас в первую очередь. И если смотреть по уровням разработчиков, то самые разработчики с самым высоким грейдом в компании, они находятся в платформе. То есть, вопрос почему? Ну, потому что в продукте чуть-чуть другие задачи. То есть, там чуть-чуть попроще. Так же и во фронте. То есть, там задачи попроще, сложнее себя проявить, сложнее получить высокий грейд. А высокий грейд, соответственно, выше зп. Вот, поэтому если прям какая-то стоит цель, хочу прям зарабатывать до хрена, окей, тогда лучше всего идти в бэк, мне кажется. Это в Авито? Да. Вот, теперь это если выбирать бэк и фронт. Так. Вот. По рынку тоже, на самом деле, мне кажется, бэк. Ну, то есть, это в любой компании так. Не везде есть платформенная команда? Платформенная не везде есть, да. Но все равно на бэке проще себя проявить. Не понимаю, почему? Ну, я же сказал, потому что на фронте, ну, там, как, задачи, фронта, это просто сделать работающий сайт с работающими формочками, и одновременно этой страницей один человек пользуется. То есть, там... И что? И что? Там не надо так сильно запариваться с оптимизациями и так далее. То есть, ты там накодил, у чувака там в браузере это как-то отработало, может, даже фигово, со скрипами, но это не настолько критично, как если у тебя бэкенд вдруг там перестанет отвечать. Ну, бэкенд это просто сделать API-шку, которая будет забирать какие-то данные из базы данных, и чтобы оно все не разломалось, когда туда придет куча пользователей. Ну, по сути, да. Но при этом это сделать гораздо сложнее, чем сделать... Так вот, уже все написано давно. Все вещи, которые балансировщики... Надо сказать это нам, ребятам, воевать, что, ребят, можно расходиться, все написано уже. Нет, имеется в виду, что, как бы, опять же, какие-то условно конструктор LEGO, где вот эти маленькие блоки, из которых ты собираешь там что фронт-энд, что бэкенд, они уже есть. Там в опенсорсе. То есть, главное, как-то вместе все слепить, и оно будет как-то стабильно работать. Ну, как бы да, но все-таки это больше применительно к фронту. То есть, на фронте уже как раз-таки все прям вообще сделано. То есть, все компоненты, просто дизайн меняй, и, по сути, там, ну, какую-то, может быть, небольшую логику там написать. А вот на бэке чуть посложнее, опять же, потому что нагрузки. Да, там есть условно балансировщики, но потом ты применяешь этот балансировщик, к тебе прилетает там 5 лямов трафик, и бац, он ломается. И такой, да в смысле? Ну, он же готовый, ну, опенсорсный же. Оказывается, там, какие-то баги все равно в нем есть. Все равно его никто не проверял на таких нагрузках. В итоге у нас в Авито там свои кастомные гейтвы и написаны. Потому что опенсорсные просто не подошли. То есть, это не потому, что вот нам нравится велосипеды пилить, но просто потому, что вот оно не работает. То есть, ты его вставишь, все ломается. Окей, мы пришли к тому, что, например, в среднем заходить с надеждой на большие деньги лучше с бэкэнда. Нет? Ну, я не согласен. Ты не согласен? Мне кажется, абсолютно нахуйственное. Это то, что фронтенд ведет. Нет, я просто... Нет, ну, смотри, если с точки зрения ZP, вот я сказал, я знаю, у меня друг работает там в одном банке фронтендером, вот, ему примерно платят на его уровне сеньора столько же, сколько в Авито платят на уровне сеньора. На бэкэнде. Плюс-минус. Но, опять же, это если... Но можно проявить себя в платформной команде. Да не только в платформной, блин. Типа решать сложные задачи и тем самым грейд свой растить эффективно. Да, суть-то в том, что просто на бэке ты проще найти себе такие задачки, где ты себя проявляешь, получаешь более высокий грейд. На более высоком грейде уже ZP больше. Если брать уровень сеньора, то есть, если ты хочешь там зайти, сидеть там на уровне сеньора всю жизнь, ок, вообще вопросов нет, пожалуйста, вообще любой выбирай. ZP будет одинаково. А что дальше у вас в вашей грейдовой структуре? Ну, у нас они не сеньор, они у нас, ну, там типа E1, E2, E3. Ну, там можно как-то найти, поставить знак равно между вот Ешкой и уровнем в общем понимании. То есть, E3, E4 – это middle, ну, то есть, E3 – это middle, E4 – middle, плюс, E5 – сеньор, E6 – сеньор, плюс, E7 – это уже лид-инженер, и есть еще E8 – это вообще уже божество. У нас компания такой один. Вот. С фронтеном такая история. JavaScript – дживоскриптом, но тут начинается история с фреймворками. Вот React – самый популярный, а вот Angular – первый, например. Это редкость, и людей мало. Поэтому, если, например, компания все еще по какой-то причине держит первый Angular, эти люди будут на вес золота, ты будешь умолять его писать на Angular первым, пожалуйста, только не переходи на React, я готов тебе деньги платить за то, чтобы ты писал на Angular первым. Я сейчас не шучу почти, как это происходит. Вот. Ну, здесь тоже, конечно, ценится гибкость и готовность писать на том фреймворке, который нужен компании. Решать эти задачи, Ну, почти невозможно. Почти невозможно найти человек сейчас на первом Angular, поэтому мы переписали все продукты с первоангуляра на React. Это невозможно. Да. Ну, я знаю тех, которые все-таки находят или там переучивают внутри себя, и по какой-то причине вот сетевой решил, что надо, да, в Angular писать первоангуляру. Заставить переучить React на первоангуляр – это издевательство выше пробы. Это правда. С фронтом понятно. Я понял, ты не особо в теме. То есть, ну, если ты... Нет, с фронтами я в теме. Я не в теме с мобилками. Нет, я имею в виду, что ты с фронтами не в теме, потому что мы остановились на моменте, что вместо JavaScript лучше сразу изучать бэкэнд. Вот. И там, я не думаю, что имеет смысл спрашивать тебя, какие фреймворки стоят изучать. Ну, я знаю. Класс, давай. Вот, по моему мнению, ну, то есть, я на самом деле изначально начинал как фуллстэк. Так. То есть, я и бэк пилил, и фронт пилил, и все пилил. И даже если понадобится... Дрова пилил. Да, да, да. Монолиты. Все эти. Да, 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 я все. Ваня берут, когда ты что-то распилил. Я с рюкзаком пришел, думаю, что там лежит. Я снимаю сливки шуток. У меня, говорю, в рюкзаке пила лежит просто. Если я там нет, конечно. Ну, блин. Ваня, мы тебя не выпустим. Это пила Шрёдингера, ты никогда не должен знать точно. По фреймворкам. Я думаю, что все-таки React. Почему? Просто популярный. Да, есть... Ну, то есть, в большинстве компаний применяют React. Есть Angular, но он прям... Ну, он прикольный. То есть, у меня друзьям прямо Angular зашел, они его изучили. Вот, и им сейчас очень тяжело. Вот. Но если вы хотите работать в одном желтом банке, то можете изучить Angular в принципе нормально. Ну, там шряг тоже уже много. Да, но вот у меня друг прямо вот он все. Он выбрал между Авито и этим банком просто за счет того, что там... Тинькофф. Мы про Тинькофф говорим, если что. Вообще-то уже Т-банк. Вообще-то Т-банк. Да-да-да. Вот, собственно... Vue.js еще есть. Vue.js, да. Обожаю. Я его как раз на нем и кодил в основном. Он тоже популярный, но он все-таки прямо вот на третьем месте, к сожалению. То есть он даже, мне кажется, после Angular, если про компанию говорить. Вот. Поэтому если вы хотите именно заходить со стороны JavaScript, вот мне просто... Ну, вот я просто кодил на JS. Я почувствовал эту боль от отсутствия типов, когда ты там в функцию можешь засунуть чего угодно, поэтому я просто немножко хейтер в этом плане. Еще раз. Мы не рассуждаем на тему того, какой язык лучше. Нам главное вычислить бабоньки. Да. Не, ну мы чуть-чуть можем заходить, потому что, типа, чуваки, которые начнут интересоваться, типа, с чего заходить, кроме денег, там все равно ты как будто бы параллельно чуть-чуть смотришь. Ну, тогда некорректно. Как бы Ваня заинтересованное лицо. Ваня бэкэндер на го. Ну, я, да, это уже фронт тоже писал. То есть я и там, и там... Если ты его перестал писать, очевидно, что у тебя с ним не лучшие воспоминания связаны. Вот. Поэтому, да, тут важно, чтобы мы были объективны. У нас объективная телепередача. А, объективная. Хорошо. Объективности не существует. Короче, да, тогда JS, если, то React, ну, по моему мнению. Окей. Он просто тупо популярней. По деньгам плюс-минус то же самое будет, что на Angular, но на React будет проще работу найти. Это правда. Только из такого можно заходить. По моему опыту, Vue все-таки обгоняет Angular. Вот. По зарплате. React точно топ-1. А Angularщики, кроме каких-то специфических мест, где уже столько понаписали на Angular, что мама, не горюй. Все, ну, как бы, не так сильно много платит. На Vue тоже успели, мне кажется, в 21-20-м году понаписать много, когда он был на хайпе. Но сейчас уже благополучно этот код на Vue обратно переписали на React. Поэтому, да. Нет, ну, у нас в Avita, кстати, есть и React, и Vue. Vue, причем, я не знаю, как, почему, как это работает, но Vue у нас используется для внутренних инструментов. То есть в любой внутренний плюнь ты, скорее всего, в Avita пойдешь. В Avita есть фронт для клиентов React. Вот я фиг знает, как это разделение вообще произошло. Это надо спрашивать. Может, там какая-нибудь историческая справедливость была. Значит, я так скажу, что такой инженерную, может быть, позицию. Есть откровенно плохие решения, да. Но, как бы, когда у вас развивается индустрия, в конце концов плохие решения отваливаются, остаются решения только достаточно хорошие. И дальше вступает в дело очень важная вещь, которая называется компромисс. То есть, когда вы делаете вещи довольно оптимальные, у вас нету шансов практически сделать что-то, что побьет всех остальных. То есть, у вас всегда будет завязка на что-то, что, типа, вот в этой части мы лучше, но в другой гарантированно хуже, чем другие. Например, фреймворки, если мы про них говорим. И в моей картине мира, то, как я себе это вижу, фронтенд дошел до этого после реакта, когда, то есть, даже, грубо говоря, когда появился реакт, реакт уже находится на таком уровне как бы развития, когда появление фреймворка, который просто будет лучше реакта во всем, физически, я считаю, что физически невозможно. Типа, просто потому, что если вы сделаете его в чем-то лучше, он будет в чем-то хуже реакта, потому что реакт уже довольно оптимален. Это пример то же самое, я, например, про TCP IP скажу, что, да, вот его придумали-то давно, но вы попробуйте что-нибудь лучше придумайте, у вас гарантированно будет фигня, которая в каком-то другом месте будет хуже. Ну, до этого, конечно, вот, а вот первый Angular, если мы возьмем, ну, многие лучше него вообще в целом, просто потому, что он еще был на Диком Западе, когда все только-только развивалось, вот. Поэтому я сейчас в целом отношусь ко всем этим вещам крайне спокойно, и я понимаю, что появление новых фреймворков больше, короче, я не верю, что в JS возможно появление фреймворков, которые драматически, то есть, это можно формулировать так, случайную сложность по сути убрали, и драматического изменения в производительности в том, что мы, получив этот фреймворк как с React, мы начали фигарить просто, то есть, если вспомнить, что до него было, да, это же тихий ужас, то сейчас это практически невозможно, поэтому они все плюс-минус, типа, вопрос либо предпочтений, либо особенностей, ну, например, если тебе надо там больше анимации, интерактива, может быть, ты поймешь, что вот это лучше подходит, если тебе нужен там минимальный размер просто всеми силами, и ты можешь как бы, например, там, не знаю, дебаггингом или там удобством разработки пострадать, ну, выберешь там соответствующее решение, если тебе нужна богатая экосистема и надежность на 10 лет вперед, ну, очевидно, ты выберешь, потому что он уже никуда со сцены так не уйдет. Это мы, собственно, прошлись по 6, ну, топ-6, получается, таких языков, которые вот абсолютно там, на мой взгляд, очевидно, понятно, почему они сейчас, на первом месте по востребованности и, соответственно, по деньгам. Дальше седьмой язык это C++. Ну, это и разработка игр, и высокопроизводительные приложения, и встроена система любая, но в C++ мы понимаем, что там высокий порог входа все-таки. Все-таки это ручное управление памятью, там довольно большая, я не эксперт, я говорю то, что знаю, простите, может, я что-то упускаю, какие-то моменты, но C++ точно это не для каждого второго, значит, как, например, JavaScript, но он востребован, и понятное дело, что нужно выбирать, если тебе хочется делать вот такие сложные штуки, ну, то есть вот C++, Rust, вот, не знаю, Haskell какой-нибудь, вот туда вот. Восьмой язык это TypeScript, отдельно его выделяют в последнее время, и, в общем, мне кажется, тоже логично, тоже крупные проекты пишутся, в том числе на TypeScript, ну, кажется, вот по тем трендам, которые я посмотрела, сейчас он очень, его популярность растет в крупных проектах, и востребованность растет. То есть получается, извини, пожалуйста, то есть получается, обычные джиоскриптизеры получают больше, чем TypeScript-изеры? По тем данным, которые я посмотрел, да. Ого, это любопытно, спасибо. Ну, не сильно, понимаешь, помнишь, в самом начале, там вот разница. Да, 10 процентов. 10 процентов, может быть, и то, как бы. Вот, потом Ruby, веб-разработка, автоматизация скрипты, пожалуйста, везде супер востребована. Там тоже особенность в том, что очень просто в изучении, и очень быстро люди входят в эту тему, очень легко стартовать любой стартап на Ruby, потому что ты, в общем, ну, как бы берешь и делаешь это легко и просто. Довольно сильное сообщество, активное, сильное сообщество. Ruby. Вот, собственно, его можно сейчас порекомендовать, потому что для рубистов, на Ruby как раз лет 5 назад просто все такие, Ruby, Ruby, Ruby. Все на нем писали. Я помню, рубисты получали больше 50 мест. Да, они и сейчас дофига. Вот сейчас я как раз чекнул, ну, там, более актуальную инфу буквально как раз вчера. Вот, и у рубистов сейчас там прям нормально платят. Но опять же, непонятно, что там дальше будет, потому что технология вот прям начала умирать. То есть новые на ней ничего не напишут, но только если ты там сам не продавишь эту идею. Вот, только поддержка старого, но как вот, это не гипертрофированный вариант, который мы сейчас обсуждали. То есть попробовать можно, но нужно держать в голове, что вот ты, когда ты, как это, научишься на рубе писать, попадешь в компанию, начнешь что-то там делать, прям вот разберешься, погрузишься в это программирование, нужно уже сразу начинать что-то другое изучать. Ну да, понял. То есть это недальновидно. Да, да, да. То есть на несколько лет, я думаю, что еще да, а дальше уже непонятно, как будет. То есть опять же, я не Ванга, я вам тут сейчас не, там типа в рубе через 5 лет, ну вряд ли я так скажу. Тут же не кофе, было бы кофе, ты бы смог. А, точно, да. Тут вода просто. Странно, надо было кофейку налить. Ну так вот, поэтому непонятно, то есть на сколько этого лет хватит. Ну вот я бы советовал так. Если хотите залететь, там сразу кучу бабла поднимать, можете изучить руби, каким-то образом там работу найти, опять же, будет сложнее. Но если найдете, попадете, начнете зарабатывать кучу бабла, нужно держать в голове, что это не навсегда. И последний в десятке, это C Sharp, Windows, все приложения, игры, Unity, веб-сервисы. Ну то есть вся вот эта экосистема, в том числе Microsoft, конечно, держит эту всю востребованность. И корпорации тоже во многом выбирают C Sharp. Как будто бы за последние годы ничего так и не меняется. Да не меняется особо. Как будто бы оно все ротируется иногда там между собой. Ну чуть-чуть там типа го поднялся в топ-5. Ну вот, что? Питон поднялся там условно из топ-3 в топ-1 за счет e-mail. С языками типа Дот-нета, ой, в смысле, ну не Дот-нет, а C Sharp, да, ничего не случится, все хорошо, потому что много рынков, он много где есть, я вообще не думаю, что с ним что-то, честно говоря, происходит. Это вопрос очень локальный. Но при этом в топах его никто не называет. То есть он как-то... Знаешь, давай так, это вообще отдельный большой разговор по поводу топов. Вот у меня есть на эту тему как раз отличная... Как отличная? Вы это все равно не увидите. Мы это, когда внутри рассказываем, у нас есть разные вебинары про фаритационные и так далее. Я пример всегда привожу с Пайтоном. Вот люди смотрят на такие типа Пайтон номер один вообще во всех топах, причем местами он там всех обгоняет просто в водище. Ну, например, опять же, если мы научно подходим, а не просто как, знаешь, такие, о, топ, смотрите. Ну, вообще-то, а давайте посмотрим, из чего этот топ формируется. И выясняется почти всегда, что популярность Пайтона, например, обеспечена очень большой процент этой популярности. Это академическая среда. У тебя гигантское количество... То есть у тебя все обучение во всем мире как бы базируется на Пайтоне. Ну, как вы хотите, чтобы он не был в топе, да? Потому что именно студенты вот эти запросы фигарят там, ну, больше всех и так далее. Поэтому я бы не сказал, что это связанные вещи. Плюс сейчас, например, на... Давайте вот еще пример, почему с топами все сложнее. Вы помните, что Stack Overflow всю жизнь был не просто номер один. Это было типа вообще, как можно программировать без Stack Overflow? И казалось, что это непоколебимая ситуация. Она никогда не изменится. И что мы сейчас видим? Вы видели, как Stack Overflow вниз пошел? Из-за чего? Из-за чата GPT? На самом деле, во-первых, из-за Reddit. То есть в мире как бы Reddit побеждает Stack Overflow. У тебя... То есть, например, я как бы живя в Штатах, я на Stack Overflow ничего не ищу. Я ищу на Reddit либо в чат GPT. И они сначала попытались его забанить, чат GPT и сказать, типа, ребят, нет. И потом они поняли, что если они сейчас так продолжат, они просто закроются. И поэтому они выработали типа правила, более того, даже внетрили уже себе для того, чтобы хоть как-то с этим работать. Я просто к чему? К тому, что это не совсем объективная реальность. И я уверен, что если мы начинаем копать каждый язык, мы выясним, что есть какая-то конъюнктура, которая приводит к месту в рейтинге часто. Ну, например, я не знаю, может быть, в Дотнете у них там, типа, настолько классно в их редакторе встроили этот AI, что люди перестали вообще ходить гуглить. А очень многие рейтинги основываются на вопросах в Stack Overflow или в Гугле. Понимаете, да? Поэтому я скорее буду разрушителем мифа, чем пытаться на базе этого спекулировать. Потому что я считаю, что это абсолютно не объективно, все эти вот рейтинги. Уж как человек, который участвует в куче рейтингов. Это никакого отношения к реальности не имеет почти никогда. Но что имеет отношение к реальности, это общий объем запросов. Это реально как бы говорит, ну, скажем, о широте использования того или иного инструмента, да? Потому что Python реально широко используется, если мы включаем туда академическую среду. Вот. И да, есть как бы определенные языки, которые там идут вниз, определенные языки, которые идут вверх. Но с Дотнетом, по-моему, все хорошо. Если, может, какая-то статистика, влияет ли то, если ты знаешь сразу несколько языков программирования на твой доход? Ой, ты знаешь, это интересный ракурс. Спасибо за вопрос, потому что я сейчас скажу мое личное мнение, не основанное на статистике. Вот мое личное мнение, мнение моей команды. То есть мы, когда... Команда New HR, я имею в виду рекрутинговое агентство. То есть мы вот и с российским рынком работаем, и с глобал рынком работаем, и видим довольно интересную разницу. Как будто бы, можно сказать, что в России больше принято моноязыковой такой специализации, специалитет, красивым словом назовем это. То есть если уж я Java, знаете что? Я вот Java знаю, и отвалить от меня. А на глобал рынке... В смысле, ты только Java знаешь? Какой же ты разработчик после этого? На глобал рынке как будто... Ну, я говорю сейчас про Европу и США. Вот этот рынок мы хорошо знаем. Там востребовано как раз мультиязыковой подход. Где-то, ну, как бы, ну, пожалуйста, значит, и Java, и JavaScript ты тоже должен знать, правда же? Ну, как бы как-то и backend только, и frontend-ки как не щупал. Ну, и наверняка ты еще Python должен знать, а может, и C++. Ну, то есть инженерный подход, давай так я это буду называть, мультиязычность, больше принято как будто по-за рубежом, а в России норм, если ты знаешь только Go. Вот Go и все. Вот я начал с Go и больше ничего не трогаю. Хочу быть моно-разработчиком. Будет ли это меняться в России, не знаю. Не знаю, непонятно. То есть мне вообще интересно, почему так... У меня нет ответа, почему так в России оказалось. Это странно же. Ну, то есть кажется, что бизнесом надо, чтобы человек решал задачу в первую очередь, а не, значит, прикладывал свой инструмент к любой задаче. Он, может, не подходит. Вот, но как будто бы в России такая культура разработки, что нормально, если ты вот только Java, и вот все, и только везде прикладываешь вот этот свой Java, куда ни плюнь. Вот, а за рубежом как будто бы неприлично прикладывать Java, надо прикладывать разные языки, чтобы решить задачу. Кстати, я же вот в Штатах живу, и могу сказать, что здесь свои, конечно, особенности, но в целом плюс-минус та же самая история. У тебя, например, банально Фанк, да, вот эти вот компании крупные, известные, да, там, Facebook и так далее, но они просто по дефолту плюс 30 к зарплате. При этом они никогда не ищут на язык. У них нет вообще такого понятия найти человека на язык. Они ищут инженеров, которые вообще-то еще не факт будет заниматься тем, чем он думал, когда туда подавался. В этом плане это сильно дальше, чем, например, в России, где у тебя все-таки всегда ищут на язык человек вначале. Для меня это вопрос вообще просто чисто инженерный. То есть, ну, как бы, если человек нормально развивается, правильно, понимаешь, там же вопрос не в том, что я такой, я сел учить второй язык. Ты просто, у тебя в компании, чем она крупнее, тем больше задач разнообразных, да. И если ты их решаешь, в том числе, а они, ну, далеко не все себе, во-первых, могут, не то, что могут позволить, не везде так работает, что, типа, мы на каждую детальку маленькую, там, отдельного человека берем. Крутой инженер, вот, он, да, он может быть не самым классным спецом в Пайтоне, но, типа, если он очень крутой джава-скриптер, ну, действительно, который понимает, умеет, без проблем напишет там код, да. И вот мы, могу вам пример сказать, вот вчера буквально общались с Михаилом из Booking. Мы, собственно, записывали с ним тоже подкаст, и вот он скоро выйдет про инженера в Booking. Вот просто, вот именно то, что я говорил, все это он там и говорил, да. То есть в Booking у тебя есть разные языки, они действительно могут переключаться, ребята. Там поощряется очень сильно вот это развитие. Он как раз очень делал упор на то, что ищут инженеров, не ищут людей там на какой-то конкретный язык. Он SRE, при этом он одновременно, как бы, половину времени серверами занимается, половину времени пишет код, причем это фичи. Правда, для своих инфраструктурных проектов, но это фичи, да, и так далее. И вот для меня это, ну, это как бы уровень уже, да. То есть, понятное дело, что первые 3-4 года таким человеком стать невозможно. Ты про Мишу Весенка же, да, говоришь? Да, да, да. Ага, понятно. Просто, да, у меня тоже, например, друг в свое время, много лет назад, уехал джаваскриптером в Booking. Его посадили два года писать на Перле, сказав, что нам не важно, что ты фронтендер, ты инженер, поэтому сиди пиши на Перле. И он такой, ну, ладно. Да, я максимально... То есть это, знаешь, для меня это просто такое, типа, есть люди, для которых это вообще неприемлемо, ну, как бы нам просто не по пути. То есть я никого ни в чем не убеждаю, просто я знаю огромное количество людей, которые думают так же, как я, и для которых, типа, вот эта история, типа, вторичная, типа, языки и все остальное, ну, блин, это инструмент просто. Да, ты не будешь, как бы... Если ты на джаве там регулярно не пишешь, как, там, 10 лет без глубокого погружения, да, ты джавем там не сконфигуришь, да, на лучшую производительность, не поставишь самый лучший, там, сборщик мусора и так далее. Но у тебя всегда... Он... Миша тоже вчера это подтверждал, он говорит, слушай, всегда в крупных компаниях достаточно есть очень много экспертизы, и поэтому от тебя часто очень не требуется такой уровень, потому что 100% есть кто-то, кто потратил, положил всю свою жизнь на то, чтобы в джаве и в ее вот этой экосистеме в кишках быть лучшим. Поэтому, он говорит, это вообще не проблема на самом деле. Не, ну вот, а условно говоря, если ты начинающий, то ты же все равно не можешь одновременно двигаться, например, изучая, ну, наверное, большой там скоуп языков, ты все равно должен сосредоточиться на чем-то, и вот тут как бы для начинающих, наверное, возникнет все-таки вопрос, ну, хотя бы каким образом выбрать, потому что, вот скажем, такая ситуация. Если человек выбирает, окей, не по, там, конкретному языку, не по даже деньгам, а, например, по принципу работы, то есть хочет ли он работать в большой компании, либо там ему дорога свобода, он хочет во фриланс, либо он любит стартапный дух и вот хочет туда. Это влияет как-то на выбор языка на старте? То, что выбирать все равно с чего-то нужно? Ну, наверное, ну, конечно, все влияет. Вопрос всегда это индивидуально. Ну, например, понятное дело, что человек говорит, я хочу мобилку, то у него, конечно, там, очень перекос большой идет, свой. Ну, если он прям сразу хочет мобилку, то, понятное дело, ему надо сразу учить определенные вещи. Часто ли он сразу хочет мобилку? Ну, практика показывает, нет. Давай так, если вот у нас... Я расскажу просто наш внутренний вот этот паттерн выбора, приоритет, да, который есть. Значит, по поводу денег, как бы вы ко мне с какой стороны не подходили, я все время буду говорить примерно одно и то же, что невозможно взять и сказать, что вот этот язык самый, типа, богатый, идите туда. Я вообще против такой формулировки. Более того, вот у меня есть колледж, да, в котором... Ну, колледж, прям колледж, да, то есть это вот прям СПО, это все как полагается. Там знания, люди, пары, преподаватели, зачеты, экзамены, все как надо, сессия. И я... Там вообще по-другому все устроено, и по-другому работает, и по-другому люди учатся, и так далее. Обучение три года идет. Я могу сказать, что вот, например, вообще мой поинт такой, что учиться вообще надо не на тех языках, на которых ты будешь программировать. Я не буду разгонять эту тему сейчас, но у меня есть определенные, типа, причины говорить, почему это так. Ну, если мы посмотрим на универы, мы именно это и увидим, что в универах учат, вообще-то, как правило, другие языки. И 100% они функциональные языки пробуют, ну, в хороших универах, 100% пролог какой-нибудь пробуют в хороших универах, там, 100% пишут свою операционную систему в хороших универах и так далее. То есть много всяких вещей, потому что вот эти все прикладные вещи, это фигня, честно говоря, по сравнению с вот этими штуками. Ну, в общем, если возвращаться обратно, паттерн такой. Действительно, приоритет идет по количеству вакансий и городу, в котором вы находитесь. Это в любом случае. При этом он коррелирует как раз вот с этой историей про, типа, чем хочу заниматься. Все-таки, если человек хочет заниматься мобилкой, но он не может уж совсем это игнорировать, потому что если он увидел, что в городе много Пайтона или там Джавы, не факт, что это вообще как-то с ним связано. Хотя вот Android, понятное дело, там корлинг будет. Другой вопрос, что он может разочароваться, увидеть, что, типа, мобилки в его городе нет. Поэтому ему придется о чем-то подумать. Ну, в смысле, не факт, что его, как бы, грубо говоря, хотелки могут вообще воплотиться в реальную жизнь. То есть готов быть переехать, там, и так далее. Давай еще о чем поговорим. И как ты думаешь, есть ли разница и некие флуктуации вот в этом вот топе в зависимости от того, вот хотим мы найти работу в корпорации, там, в стартапе или там на фрилансе? Ну да, очевидно, что, как бы, вот то, что мы упоминали, когда перечисляли топ-10, там вот есть чисто корпоративные языки. То есть, конечно, если придет какой-нибудь стартап и скажет, мы хотим писать на Java, вот, это примерно вот такие будут у меня глаза, или зачем вам это нужно, почему вы так усложняете себе жизнь, удорожаете себе жизнь и так далее. То есть стартап предпочтет начать на Ruby, на Python, на PHP. Вот, корпорации будут писать на Java, на C Sharp, на Kotlin, не знаю, там, что там у нас еще, Scala какая-нибудь и так далее. То есть, конечно, нужно, стоит думать про то, где тебе прикольнее вообще находиться. С другой стороны, если ты идешь в Big Tech, ну, вдруг ты хочешь в Big Tech, то в Big Tech и почти все языки есть, так или иначе. Я вот специально тоже посерчила, посмотрела, ну, если говорить Global Big Tech, вот эти манги и прочие, ну, там сложно не найти какой-нибудь язык у них. Вот, поэтому перспектива пойти в крупную, очень огромную корпорацию возможно из любого языка. Если ты хочешь быть супер востребованным всегда и везде, то иди во FrontEnd. Если у тебя есть желания, какие-то более эстетические, какие-то вот еще более эстетические предпочтения, часто это в Swift. Например, FrontEnd, прекрасный тоже Swift. Что еще? Отлично масштабируется на культуру и искусство. Да. Ну, типа, хочешь быть популярным, сейчас делай рэп. Хочешь быть интересным, заигрывай с джазом. Прекрасный метод. Если, например, мне нравится работать в стартапах, тогда мне прибыльнее какой язык учить? Может, изменится ли что-то на твой вкус или нет? Слушай, со стартапами это такая прям тема. Там, типа, выбор технологий будет по левой, там, по желанию левой пятки какого-нибудь чувака, который типа, давай замучу стартап. То есть он может, не знаю, захотеть на Руби вообще там. Давай на Руби. Потому что я Руби знаю, давай я на Руби сделаю. Поэтому... Буду ревьюить. Да. Вот, да. Поэтому, блин, ну, если прям в стартапах, ну, JS, ну, то есть он там точно пригодится. Вот прям без вариантов. Опять же, за счет универсальности, если ты хочешь в стартап, идти в JS точно. На Гошке стартапы тоже делают, я знаю. Как думаешь, что самое востребовано на фрилансе в плане языков? На фрилансе PHP? Как ни странно, PHP, JS, вот, типа такое. И опять же, для мобилок, то есть это Kotlin, Swift. Но при этом, если мы, получается, сравним напрямую PHP и Python, то... А, Python, кстати. Прибыльнее что будет? Слушай, на фрилансе, вот если касательно фриланса, честно, я там смотрел, когда-то тоже пытался. Ну, я опять же, у меня в голове данные, там, не знаю, лет 7-летней давности, вот так. Тогда на Python там немного было, на PHP прямо дофига. Ну, потому что, ну, язык такой, то есть там на нем очень много всяких конструкторов, сайтов. То есть на фрилансе обычно это какой-то там малый бизнес, или совсем такой средний, начальный. То есть там можно что-то... Ну, придут заказчики, ты там, не знаю, склепаешь какой-нибудь там, условно, там, лендинг, там, с формочкой, ну, отправить, какого, свои контакты и так далее. Либо какую-нибудь там совсем дефолтную сериамку настроишь, либо там на WordPress что-то, ну, вот такое, короче. Тут Python прямо вот король, я думаю. По деньгам, ну, фриланс, это точно не крупная компания. То есть, ну, я думаю, что, я даже могу цифру, наверное, назвать, я думаю, что на фрилансе вряд ли ты там сможешь больше 200 тысяч. Если ты какой-нибудь прям суперспециалист, сможешь. Если ты начинающий, даже меньше там, я не знаю, потому что еще там на фрилансе надо профиль, пока ты прокачаешь, это все, это очень сложно. За бабками во фриланс не идем? Я думаю, что нет. Во фрилансе за свободой. Ну, то есть ты можешь работать, когда хочешь, в принципе, нормальные деньги получать можешь, вот, но прям, чтобы за бабками, я думаю, вряд ли. А с фрилансом что? Ну, то есть, например, в твоем топе нет ПХП, а как будто бы все еще большинство сайтов так или иначе на ПХП. Да, чуть-чуть дешевле как будто бы других языков, и такое ощущение, что вот он, я не знаю, кстати, надо поговорить с кем-нибудь, кто давно, кто может порассказывать про то, что сейчас происходит в сообществе. Там что-то же была история с тем, что последняя версия языка как-то очень долго выпускалась, по-моему, там вот была история с этим. На нас так смотришь, как будто мы знаем. Да, да. Ну, вдруг. Никто из нас, не ПХП, надо было мужа позвать моего, он бы сейчас нам все рассказал. Менеджер, музыкант и специалист. Короче, насколько я помню, с ПХП, популярность ПХП снижалась последние, там, десяток лет во многом, потому что и комьюнити расходилась, потому что там активность в изменении языков, языка самого была немножко другая. То есть вспоминаем, какая активность была в последнее время во фронтенде. Помните шутку про то, что я ушел в отпуск, через две недели вернулся и мне нужно заново учить новый фреймборд, потому что все переписали. Вот. А в ПХП не так и там очень долго ждали последнюю версию как-то так. И когда язык медленно меняется, как ПХП, соответственно, он не решает актуальные задачи бизнеса, да, логику. То есть здесь важно всегда логику оценивать. Вот. Логика такая. Бизнесу надо было решать там какие-то более сложные задачи, и ПХП не успевал. Соответственно, а пошли из ПХП в ГО. Пойдем в ГО. ГО классный. Пошли, там быстро изучишь. Очень частый переход из ПХП в ГО, например, был. Вот. Или Питон, может быть, да, там тоже очень рядышком. Давай к нам на Питон. И, в общем, людей на ПХП мало. Корпораций меньше, чем раньше. Их все еще много, но тем не менее. Корпорации все меньше заинтересованы в том, чтобы разрабатывать что-то на ПХП появились более... Языки, которые лучше решают их задачи. Соответственно, и востребованность ниже, но это не значит, что ПХП не востребован. Он востребован, он активен как раз. Ну, я бы сказала, что не в самых, может быть, интересных крупных проектах. То есть вот прям в последнее время очень много, что переписали с ПХП на тот же ГО, по моему ощущению. То есть с точки зрения перспективы туда лучше не смотреть, наверное. Ну, вот сейчас я закопаю ПХП просто. Это фраза. Не первую очередь, по крайней мере. Андрей, у тебя вопрос был про фриланс. Слушай, ну, с фрилансом тоже давай с точки зрения логики какой-то посмотрим. Вот фриланс. Кто обращается за фрилансом? Ну, то есть за фриланс разработчиками. Те, у кого что? Своих рук не хватает. Либо не хватает своих рук, но это редкость все-таки. Вот когда есть команда разработки и не хватает рук, проще, не знаю, к себе, я все-таки там Джуна подаван, и он потом вырастет. Тут скорее, ну, только если не какая-то разовая задача на новом каком-то языке, который никто не знает и не хочет знать, например, 1С. Вот. А тут, значит, если мне нужен фриланс, то, скорее всего, может быть, у меня нет команды разработки. Или я хочу сделать прототип. Или у меня нет команды разработки. Это вообще IT-продукт не моя корс-сущность моего бизнеса. Это что-то дополнительное. Вот. И тогда я иду. Тогда я вообще не очень знаю, на каком языке мне нужно это писать. Вот. Я пойду в какой-нибудь аутсорс, может быть, да, там, а может быть, я там просто... Мне кто-нибудь скажет, ну, вот, я могу это на PHP сделать. Там, скорее, выбор будет случайный. А потом это за этим случайным выбором люди будут дальше мучиться, потому что язык, может, не оптимален для перспективных каких-то задач. Но, тем не менее, вряд ли фриланс C++ активно, например, используется. Скорее, фриланс там, это веб, какой-нибудь тот же самый PHP, тот же самый Ruby, JavaScript. Ну, то есть, это все те же популярные языки. Ну, PHP я бы туда добавила бы. Просто потому что на PHP огромное количество небольших сайтов написано, небольших простых страничек, лендингов. Если не тильда, то, может быть, это PHP. Каких-нибудь интернет-магазинов, если, опять же, не какие-то уже готовые конструкторы, например. Если посмотреть статистику количества сайтов на PHP, видно, что она вообще-то не поменялась. Вот как было там, типа, 90 всех сайтов процентов написано PHP, так и осталось. В WordPress'а, там, 30 процентов всех сайтов в интернете, да. Есть очень много мелкого фриланса, очень много компаний, небольших, в которых особенно разработка вторичная, у которых там свои сайты и так далее. Да, у PHP немножко отжали эту, ну, в смысле, сильно отжали эту. То есть, грубо говоря, PHP, конечно, растащили. То есть, например, там, на бэке в сложных местах го. Но я всегда говорил о том, что не надо думать, что это падение PHP. Просто PHP использовали там, где не надо было его использовать изначально, просто альтернативы не было. Поэтому у него забирают то, что ему не должно было принадлежать. Что еще у PHP забрало? Это, типа, всякие тильды, да. То есть, вот, очень, помните, Битрикс был, да, сейчас очень много из этого ушло. Поэтому мелкому бизнесу, прям совсем мелкому, уже не надо там нанимать программистов, фрилансеров и делать сайты. Но если посмотреть на количество проектов, которые стартуют на PHP и сколько туда надо разработчиков, вы, может быть, удивитесь, но PHP сейчас является одним из самых востребованных языков. То есть, вот мы тоже с ребятами общаемся из-за того, что у него как бы этот хайп прошел, а у JS пройдет, у Go пройдет, они все, все к этому придут. Знаешь, когда долго в разработке, ты всегда видишь, что это происходит, кто бы там не выходил на сцену, да, произойдет именно это, то есть, короче, PHP популярность снизилась, количество проектов по-прежнему огромное и сейчас есть, вы не поверите, но один из самых больших дефицитов разработчиков именно в PHP. Я имею в виду вот именно такого уровня, короче, ближе к началу. То есть, все люди, которые занимаются PHP-разработкой, очень жалуются на то, что нет людей. И те, кто у нас на курсах их проходят, они как горячие пирожки улетают. Другое, просто убедить людей сложно туда пойти. То есть, они как бы такие насмотрелись, наслушали всего, PHP в их голове нет, вот, а работодатели такие сидят и говорят, где? Дайте. На зарубежном есть рынки смотреть. Сейчас на первом месте это, как он, Solidity, по-моему, который для написания смарт-контрактов, для этого, эфира. Вот он сейчас на первом месте ПЗП. Ну, естественно, понятно, почему. Это крипта. Да, крипта, да, все, мы там криптоинвесторы все вкинули там кучей бабла там в программиста. Чувак пришел, который там вчера только его изучил, что-то там накидал им. Ну, вот, ну, то есть, там... Типа ты имеешь в виду, ну, ты так про это говоришь, это типа хорошо, но поскольку это хайп, он может быстро закончиться. Конечно, конечно. Ну, то есть, в принципе, уже как мне кажется, хайпу с крипто, он чуть-чуть так позбавился. То есть, несколько лет назад все говорили, все, сейчас все на крипте будем делать. Везде хреначим блокчейн, там начали конфы делать, я гонял даже на первую российскую конфу, токен конф, децентр токен конф, по-моему, она называлась, от создателей как раз хайлода, вот, и так далее. И там просто выходили компании, вот, мы тут внедрили там блокчейн, тут внедрили блокчейн, и у всех только вопрос, а зачем? То есть, там чуваки рассказывали, мы внедрили блокчейн, и при помощи него раздаем какие-то там сертификаты, ну, типа, как, вот ты карточку в магазине подарочную покупаешь, вот они такие же сертификаты, мы их на блокчейн пишем, у всех вопрос, а зачем? Чем вам карточки, типа, не устраивали? Там, у нас, короче, система децентрализованная, на наших серверах все такие, так она же, получается, не децентрализованная, если она все еще на ваших серверах. Ну, в общем, они там пытались всем продавать эту систему, типа, покупайте у нас, ставьте себе, непонятно было зачем, ну, то есть, и такого было прям много. И как будто вот, даже конфеты я не видел, чтобы больше проводили. Теперь будет AI-конф. Да, да, да. Сейчас, все будет вот AI. Сейчас, сейчас тоже AI хайпится, тоже непонятно, ну, ну, что будет. хорошо, хайпится AI. То есть, мы поняли, Го там может подойти для разного рода разработки. Если ты хочешь на хайп-трейн запрыгнуть и в ближайшие пару лет, там, не знаю, много денег заработать, будучи разработчиком в сфере AI, это будет что-то другое? Какое-то другое? Конечно. Если AI, то это только Python. Ну, то есть, любой machine learning, там уже накидали лип, и, ну, то есть, там сейчас пытаются, как, точнее, не так, основная разработка на Python, все обучение на Python, но делают какие-то люди оптимизации на плюсах. Но это очень такая узкая тема. То есть, все равно, если ты хочешь именно с модельками и так далее, там, с AI-ками, это только Python. Я вот несколько раз уже слышал, и даже был на каких-то докладах, где говорили, что сейчас любой человек с приставкой, там, ML и так далее, будет зарабатывать автоматически в полтора раза больше. Так ли это? И какая-то статистика это подтверждается, или это просто спекуляция? Конечно же, во многом спекуляция, потому что хайп и так далее, опять же, что ты делал. Ну, то есть, давай возьмем две кардинальные ситуации. Идем, возьмем какую-нибудь компанию, которая, там, разрабатывает AI-продукт какой-нибудь, ну, может, не свою генеративную систему, но какой-то вот связанной, не знаю, со спич-рекогнишеном, какой-нибудь сложной системы. Им нужен человек, который умеет строить вот такие вот штуки. Им нужен человек уже с опытом. Да, он будет зарабатывать сильно выше рынка. Он будет там 10 плюс тысяч долларов в месяц легко зарабатывать и так далее. Возьмем компанию, которая диджитализируется и думает, как бы что-нибудь туда, значит, воткнуть себе какую-нибудь AI-шку куда-нибудь. Вот. И как бы, ну, какой-нибудь AI-разработчик. Какой-нибудь. Он будет зарабатывать средние деньги, потому что там никаких суперсложных задач нет. Или возьмем, не знаю, компанию, которая говорит, вот мы тут нормальную компанию, среднюю технологическую, которая говорит, вот мы тут думаем, всякие штуки делать нам, давайте попробуем. И внутри этой компании люди говорят, я готов, я готов переквалифицироваться, там, заниматься новыми задачами, но я еще не умею. Его стоимость будет ниже, но он повысит свою стоимость, решая сложные задачи. То есть вопрос в том, какие задачи ты решаешь, сложные, не сложные. Представка AI, ну, хайпово, да, наверное. То есть, поставишь AI, и скорее с тобой свяжутся рекрутеры, которые там будут ожидать, что у тебя есть там какой-нибудь прекрасный необходимый опыт. Но потом они тебя спросят про опыт, про результаты, и если их нету, то как бы приставка тебе не поможет, мягко скажем. То есть когда ты новичок, и ты такой, хочу войти, буду выбирать язык, надо еще и не только это выбирать, а область, где ты хочешь его применять. Это правда. А еще знаешь что? Потому что иначе это тогда нерелевантно будет выбирать только язык. Абсолютно. А еще знаешь что? А еще мне кажется, ой, мне еще два ракурса хочется подсветить здесь. Первый ракурс. Вот любые джины, которые ко мне приходят, например, ко мне иногда приходят, ну, набираем там джинов-рекрутеров, например. Ну, и разработчики тоже приходят, мы разговариваем там со свищерами, с джунами. И говорят, вот какой язык выбрать. Я говорю, или в какую профессию войти, мне войти. В тестирование, может быть, не знаю, в разработку или в продакт. Я говорю, я не знаю, в какую тебе профессию войти, но есть как будто бы алгоритм, как к этому подойти. Попробуй позаниматься самостоятельно. Лучше не платить денег курсом сначала. Вот, пойти и позаниматься этой темой самостоятельно, поразбираться пару месяцев. И вот если тебе кайф, если ты копаешь, и тебе все еще интересно, там фулл-тайм заниматься этой темой, это скорее всего твое. А если ты такой, о, господи, я только ради денег я тебе буду заниматься, ну, как бы ты там денег не заработаешь. Если ты, потому что в IT, ну, как бы вы же сами из IT, вы же понимаете, что сейчас выберете язык программирования, и что? Это что, навсегда? Так, скорее всего, через пару лет придется еще учить другой язык программирования. Я вот недавно познакомилась с парнем. Он, этот, сейчас свифтер. Так вот он пришел в IT из музыкального колледжа. Он на третьем курсе понял, что, ну, как бы денег там особо не заработаешь. Пошел в колледж программистский, разработчик, и потом пошел в вуз. Он начал с джаваскрипта, потом, внимание, уже на новом месте, ну, на новом месте работы его попросили, значит, порешать задачи на Котлине, потом на C++, человек без каких-то там, значит, без физмата и всего прочего, тем не менее. И сейчас он на свифте. То есть, и этому парню, по-моему, 26, что ли, лет. Вот, 4 языка программирования. Он бы перешел в 1С, но он СБ не может пройти. Вряд ли бы он туда перешел. Зачем? Ну, вот, к тому, что, как бы решаешь задачи бизнеса человек. У него нет проблем сейчас с профессиональным ростом и с востребованностью на рынке, потому что он решает задачи, инженерный подход. Не так важен язык, как то, что ты решаешь задачу. Не так важен музыкальный инструмент. Как? Как то, что ты умеешь сочинять. Как знание нот. Да, да. Вот, когда действительно вот ребята приходят, новички, они еще не работают. Они вот мыслят очень... То есть, короче, как человек мыслит после года двух разработки и до, это два разных человека. Это вот я всегда сравниваю как с рождением детей. Я до... У меня вот сейчас там три ребенка, да, я до того, как у меня первый ребенок появился, у меня старше 11 лет, я себе такого фантазировал и таких вещей рассказывал родственникам. Они до сих пор надо мной смеются. Ну, по поводу того, какие вещи я говорил, как я собирался там воспитывать и так далее. И вот то же самое я считаю здесь, потому что как только ты почувствовал, что ты, что ты из себя представляешь, как бы ты понимаешь в программировании у тебя что-то получается, у тебя как бы все планы... То есть, поэтому я всегда говорю, вот, ребята, которые там пытаются, типа, а вот перспектива, через 10 лет Пайтон умрет. Я говорю, если вы сейчас выучите Пайтон, вам через 10 лет вообще без разницы будет, что будет с Пайтоном. Вы за... Ну, типа, после трех лет опыта вам вообще не будет проблемы куда-то свищнуться, даже если это будет даунгрейд. Кстати, я проходил это в своей жизни. У меня, когда я на PHP писал первые два года своей, хотел сказать, жизни программистской, все-таки, да, и я очень хотел... Тогда огромный был хайп рубишный, рельсовый, это был 2007 год, и я видел, что там квалификация команд повыше, но они на передовой были, то есть все, понятное дело, от них там забирали. Я поставил перед собой цель любым способом перейти, как бы, в Rails-разработку. Я взял это, сделал, я просел в зарплате, но, типа, просел на полгода, а потом... И вообще вся моя карьера после этого как бы рванула вверх. И мы вот сейчас с вами здесь сидим. Может быть, переход тут был, понимаешь... Судьбоносный. Судьбоносный, да. И давай финально мы закрепим. Антон, может, вопросы какие-то у тебя есть? Нет, нет, я все понял. Да, все супер. Я отлично все понял. Жарко. Жарко здесь. Это жарко. Не ожидал, что у вас в Иваново тут так. Так вот, давай мы как-то финально подрезюмируем. Что я понял? А ты мне поправляй. Что если мы хотим получать много и гибко, то мы берем Python или JS. Да. Причем вот сначала ты говорил, что... Сначала я до того, как мы обсудили тогда JS, я думал, что Python даже гибче, а потом, когда ты начал перечислять, я думаю, блин, а JS это реально вообще все можно в принципе нафигачить. Вот. Окей. Если мы хотим просто получать много и модно, то мы берем Go и мы берем получается... Ну, можно брать мобилку, то есть либо берем Swift, либо Kotlin. Как будто бы, если мы думаем про будущее, то Kotlin даже немножко по-универсальней будет, потому что там есть всякие Kotlin multi-platform. Да, на Kotlin, если что, можно сейчас как-то хитро странно, но писать приложение для iOS еще. Да. И, может быть, там тоже что-то выстрелит, они сделают это прям клево. И Катя Петрова, кстати, твоя продает это очень сильно. Ну, не твоя, в смысле, выйдет выпуск уже к этому выпуску. Это потом мы подержим. Вот. И, а если мы, опять же, хотим работать в офисе, учим Joe. Если мы такой человек. Да. Если, там, вы всю жизнь работали на заводе, вам за 40, можете изучить Java. В принципе, образ жизни не сильно поменяется. Если есть знакомый дед, который знает Perl, ну, в принципе, можете потратить пару лет на общение. Любой дед знает много Perl. О, отлично. Да, ну, опять же, добавляем приставку AI-email к своей должности, изучаем эту область, и временно, пока хайп не спадет или никогда не спадет, получаем чуть больше, чем все остальные, только за счет того, что мы работаем в новомодной области. Да. Все верно? Да, я думаю так. Супер. Хочешь ли ты сказать что-то нашим слушателям напоследок? Ну, если честно, я бы посоветовал все-таки выбирать язык, не только исходя из того, сколько на нем потенциально можно получать. Хотя смотреть на это все равно стоит. Вот я выбрал Go не потому, что я знал, что на нем можно будет много зарабатывать, потому что я его начал изучать еще лет, так, сейчас это был 2016 год. Я тогда посмотрел, так, о, прикольная штука, типа, можно как на PHP, только с типами, еще и компилируемые, быстро изучил, и вот так сложилось, что оказалось, что он стал популярным, и на нем стало много зарабатывать, То есть, ты как бы инвестировал в биткоин на ранних этапах? Да, получается что-то, вот, к сожалению, сам биткоин я не инвестировал, да, вот, но, да, в язык, получается, инвестировал. Поэтому все-таки лучше выбирать то, что нравится, вот, в первую очередь, не смотреть на, не гнаться за деньгами, вот, меня вот в этом плане, конечно, тоже не нравится, когда другие люди говорят, ну, ты же в айтишечке работаешь, там, у тебя бабла дофига, вот это прям очень злит, потому что в айтишечке все-таки, несмотря на то, что бабла дофига, но все-таки реально сложно, потому что если бы было легко, то вряд ли бы было много бабла и много желающих, потому что вот я людей обучаю, у меня есть один человечек, который, там, обучается вроде уже довольно долго, но вот как, ну, прям тяжело ему, и поэтому я, ну, айтишечка хоть и много бабла, но все-таки в первую очередь нужно понимать, что желательно, чтобы это нравилось. Как говорилось в знаменитой песне «Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой». Получается, да? Ну, я считаю, это, конечно, точка жизни. Отличная финалочка, да. Больше мне сказать нечего. Ну что, языки программирования были обсуждены. Да. Что, нового узнал что-то? Ну, на самом деле, да. Да, вполне узнал. Понятное дело, что я как человек, который тоже в этом во всем пузыре находится и руководит клиентской разработкой, то есть я нормально знаю и так про фронтенто-мобилку и про тенденции, что там, где меняется, но при этом послушать про e-mail, про бэкэнд было вполне интересно. Ну и на самом деле тенденции-то все понятны. То есть, так или иначе, мы приходим к тому, что если ты крутой инженер, во-первых, что самое главное, в целом... Это поинт важный. Да, флуктуации плюс-минус 10% в зависимости от языков будут. Но если, конечно, ты не попал там в хайп какой-то и блокчейн, и я невероятный инструктор. Вот. Но в остальном просто надо заниматься тем, чем нравится, и ты будешь все равно зарабатывать много, если ты уникальный, клевый специалист. Учитывайте несколько критериев, короче, при старте в IT, потому что критерии только денег, это не совсем тот путь, который вас приведет к успеху. Возможно, стоит рассмотреть сразу несколько параметров. То есть, действительно, где вам интереснее, где вам кажется проще, где вам, может быть, захочется работать. Это вот фриланс, там, офис и прочее, удаленка, если это тоже влияет на выбор языка. В общем, старайтесь не упираться только в деньги. Это то, что я понял. Вот, по крайней мере, из поинтов, которые озвучили Кирилл и Кира. И вот эта совокупность факторов вам поможет сделать правильный выбор. И если даже где-то на старте вы будете зарабатывать меньше, чем человек, который запрыгнул на хайп-трейн, то в перспективе нескольких лет вы либо выровенитесь, либо у вас будет лучше багаж знаний и, соответственно, востребоваться на рынке. То есть, в целом, не стоит думать только о деньгах, наверное, сразу. Да, но если вы все же ушлый человек, который думает только про деньги, то какие-то, опять же, ответы мы смогли дать. Мы смогли увидеть тренды про то, что как-то взлетает там тот же самый ГО, как-то уже на спад идут языки там вроде Objective-C и PHP и .NET C-Sharp. Ну, то есть, понятное дело, что все еще, если ты крутой специалист, в них ты будешь много зарабатывать, как и везде. Даже, опять же, мы проверили гипотезу, что если ты уникальный специалист в каком-то умирающем языке, возможно, даже на какое-то время ты будешь зарабатывать еще больше, чем все остальные. Но в остальном, да, топ примерно понятен. Мы понимаем про универсальность JavaScript, мы понимаем про применимость Python, что в бэкэнде, что в новомодных AI-моделях. И, в целом, ну, как бы для новичка как будто бы все ясно. То есть, во-первых, надо как-то, мне кажется, смержить очень грамотно интерес и как раз те знания, которые мы даем людям. Интерес, актуальность, своевременность и да, и да, вознаграждение. То есть, в принципе, это все можно учитывать. Главное, как бы моя позиция, которая из этого всего извлек и как бы пришел к выводу, что просто надо стараться учитывать много критериев. Тогда точно попадешь в точку и будешь, не будешь страдать, будешь зарабатывать и будешь расти. Нельзя слепо следовать тому, что говорят. Но надо всегда сначала примирить на себя, пронести через себя, переспать этим и потом уже идти. Очень правильно сказал про переспать. Спасибо, Андрей. Отличный выпуск. Да, спасибо большое. Как всегда, увидимся в 11 выпуске. Да, и кстати, если вам есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, пишите, предлагайте нам темы, это всегда интересно. Ну и в целом, оставляйте нам какие-нибудь комментарии, мы все читаем, чему-то мы довольны, чему-то нет. Но спасибо, что смотрите. Да, зацените мой новый лук. Пожалуйста, напишите, лучше ли было, когда я выглядел на 20, а не на 30. Пока-пока. Пока. Пока. Продолжение следует...